Всем привет! Кать, представь, вторая неделя второго месяца в 2022 году подошла к концу. Здорово! Как быстро время летит! Поэтому я предлагаю не медлить ни минутки и начинать программу. Поддерживаю! Итак, наша детская информационно-развлекательная передача «Переменка» начинается! Катя, чем ты любишь заниматься в свободное от школы время? Ну, я хожу на художественную гимнастику, еще музыкалку, там играю на фортепиано. А ты чем увлекаешься? Я увлекаюсь театральным творчеством. Хотя не сразу поняла, что это такое. Но сегодня я уверена, что это мое. И об этом я могу рассказать тебе и нашим телезрителям. Многим из нас свойственно попробовать свои силы в разных направлениях творчества, спорта. Без этого жизнь была бы скучна и однообразна. И сегодня я бы хотела рассказать о ребятах, участниках образцового коллектива детской театральной студии «Визит» Леневского дома культуры. История студии началась с 1995 года. Начнем издалека. Наверное, еще с увлечения в детстве. И в этом мне очень здорово помогла моя родная мама, швец Тамара Никитична. Она режиссер по образованию. И она является основоположником нашего взрослого театра, нашего народного театра, которым сейчас руководит Марина Петровна Филиппова. Театр называется «Наш дом». Так вот, в детстве я тоже активно занималась и кукольным театром, и в драматический театр ходила к маме, занималась. То есть привила любовь и интерес к этому непростому творчеству именно моя мама. И спасибо ей огромное. За все эти годы много юных леневцев прошло по ступенькам театрального творчества. И до сих пор немало выпускников вспоминает с теплотой о самых веселых, а иногда и грустных моментах, о радостных минутах командного творчества. А некоторые выпускники иногда приходят в гости. Вот, например, сегодня порадовала своим визитом Даша Мальцева. Она теперь студентка второго курса Новосибирского колледжа культуры и искусств. Меня изначально отдала моя мама индивидуально заниматься с Людмилой Александровной. И я прозанималась где-то, ну, почти год учебный. И после попала в уличные мероприятия, так скажем, где тоже участвовала в постановках театральных. И после этого уже сама захотела участвовать в спектаклях, подчиняться руководству Людмилы Александровны. Всего я играла в двух спектаклях, и эти два спектакля я очень сильно люблю. И в этих спектаклях я играла роль бабушек. Первый спектакль был «Коза Дереза», а второй спектакль был «Нереально бабушка». В принципе, мне очень нравилось играть роли бабушек. Также и в уличных представлениях чаще всего я играла бабу-ягу. И я прям чувствовала сердцем, что эта роль мне очень подходит, потому что я могу ее сыграть правильно. И это была моя мечта. Коллектив студии «Визит» состоит из детей разных возрастов. Выбрать так удачно, чтобы материал был всем понятен, всем интересен. Потому что у нас разновозрастная компания. То есть у нас дети от 7 до 17 лет, повторюсь уже. И всех включить в одну работу, в одну постановку очень даже непросто. И чтобы ребятам был действительно понятен этот материал, чтобы им интересно было окунуться в новое произведение, и чтобы им было интересно друг с другом играть. То есть вот в этом тоже еще сложность. Подбор репертуара на разновозрастную команду детей. Каждый видит своего персонажа по-своему. Да, и чтобы каждый оказался на своем месте, чтобы каждому подходила новая роль. То есть учитывать еще возрастные особенности каждого тоже нужно. В третьем классе я узнала в своей однокласснице, что она ходит на театральную студию «Визит». И она меня туда привела. Это мне было где-то 9 лет. В «Нереальной бабушке», это мой первый спектакль, я играла там роль ребенка, можно сказать. Потом у нас был спектакль «Немытый горшок», я там играла роль бабушки. А в спектакле «Прыгущие мыши» я играла роль мышки-обжорки. Мы на театральной студии «Визит» можем с вами придумывать, как наш герой будет себя вести, какой у него может быть характер. И иногда Людмила все равно нам подсказывает. И мне вот эта роль мышки-обжорки давалась очень тяжело. Мне надо было понимать, как это все играть, как она будет себя вести, какой у него будет характер, как она будет взаимодействовать с другими персонажами. В театральной студии мы приходим, тут очень весело, мы, можно так сказать, работаем над речью, ставим интересные спектакли. Тут, можно сказать, очень интересно, по моему мнению. Надо понимать, как тебе можешь сыграть этого героя, чтобы все поняли, что ты играешь именно героем. Это очень сложно давалось. Надо было вытворить текст, и в него вникать надо, чтобы понимать, что чувствует твой персонаж, что он делает. Для меня это было очень сложно. Как я уже говорила, я тоже хожу в эту студию. И если для кого-то закулисная жизнь тайна, то я знаю ее в деталях. Самое радостное, что для всех, кого я встретила в театре, их увлечение театром – это не просто формальность. Несмотря на нынешнюю сложную обстановку в сфере искусства и культуры, люди горят своим делом и работают с полной отдачей. Не только актеры участвуют в создании спектакля, но еще главную роль играет режиссер, а костюмеры и декораторы ему помогают. Благодаря взаимодействию этих людей на сцене получается яркая постановка. В театре актер находит свое предназначение, своего героя, и с их помощью самореализовываются, развиваются и добиваются своего. Поэтому хочу сказать главное – приходите на представления в театр, приводите на занятия детей. Это чудесные эмоции и впечатления. Катя, а ты ходила когда-нибудь в библиотеку на какие-нибудь мероприятия? Конечно! У них всегда так интересно! А я в четверг была на детском мероприятии про сов. Они такие милашки! Верю, верю! А расскажи, что там было? С удовольствием! Каждый четверг в Ленёвской детской библиотеке для детей начальных классов из коррекционной школы проходит занятия на разные темы про животных. Мы с ребятами будем разговаривать о сове, кто такие совы, чем они питаются. То есть у нас, начиная с начала года и по май месяц, каждое занятие расписано. Все занятия у нас познавательные, и в этом году все у нас занятия мы будем с ребятами готовиться, знакомиться с животными, с птицами, где они живут, чем питаются, то есть развивать, расширять их кругозор. И обязательно каждое занятие у нас с детками заканчивается какой-то творческой работой. Мы либо рисуем, либо раскрашиваем, либо делаем аппликацию. То есть обязательно того животного, с кем мы сегодня познакомились. Каждое занятие у нас включена какая-то игра, разминка. То есть вот в таком плане у нас каждый четверг, каждый-каждый четверг у нас приходят занятия с ребятами с коррекционной школы. Первый, четвертый классы, то есть и первый, второй, третий, четвертый классы к нам ребятки ходят. Конечно, они нас узнают, и мы, они становятся нашими постоянными читателями. Они приходят не только на занятия, но они потом после занятия, причем начинают более активно читать, как правило, приходят, берут книги, с которыми мы знакомимся, потому что на каждом занятии мы рассказываем не только о птице, о каком-то животном, и обязательно знакомимся с книжкой, с какой-то, в которой рассказывается вот именно об этом животном, с которым мы познакомимся на занятии. Хочется выразить огромную благодарность сотрудникам, работающим в детской библиотеке. Наши дети с удовольствием посещают библиотеку, им очень нравится. Работники библиотеки с ответственностью подходят к этому делу. Каждое занятие проходит на ура. Каждый уносит частицу, то есть по девочке мы все это обговариваем в классах, они несут домой, радуются этому, ждут с нетерпением посещения детской библиотеки. Вот, например, сегодня была тема встречи. Сова. Одна из сотрудниц библиотеки, Наталья Николаевна, проводившая для детей это мероприятие, надев на свою руку кукольную сову, которую звали София, начала здороваться с ребятками. Здравствуйте еще раз. Я очень рада сегодня вас снова видеть у нас в гостях в Леневской нашей детской библиотеке. Ребят, сегодняшнее занятие я хочу начать с загадки. Вот вы ее прослушаете и ответьте, о коме я хочу сегодня с вами поговорить. Птица, ушки на макушке и большая голова, взгляд сердитый, клюв могучий, как зовут ее? Сова. Сова. Умнички, молодцы. А вы знаете, что к нам сегодня в гости тоже прилетела Сова? Она сегодня мне будет помогать проводить занятия. А зовут ее София. И София хочет поздороваться со всеми вами. Здравствуйте. Как тебя зовут? Сава. Сава. Меня София. Здравствуйте. Тебя как зовут? Меня Валя. Валя, очень приятно. Здравствуйте. Я София. Я Егор. Егор, я очень рада. Молодцы. Какие вы хорошие. Я София. Привет. Я Маша. Маша. Давай поздороваемся. Я София. Привет. Я Люба. В ходе занятия дети узнали, каких видов бывают совы, чем они питаются, когда вылетают на охоту и так далее. Ребята с интересом слушали и запоминали все, что им говорит сова. Живу я в дремучем лесу. Голова моя крутится на сто восемьдесят градусов и я хорошо могу видеть, что же происходит позади меня. У меня глазки какого цвета? Большие и круглые? Желтые. Большие и круглые глазки желтого цвета. Молодцы. Умнички. У меня, посмотрите, маленькое туловище, но оно все покрыто оперениями. Из-за того я окажусь какой вам? Большой? Большой и круглый я окажусь вам. Когда совы охотятся? Ноль. Когда я? Ноль. Ночью. Умнички. Больше всего я люблю мышек. Знаете, что еще могу скушать? Маленького кролика. Лягушку могу скушать даже. Да. А есть среди нас самая крупная, большая сова. Знаете, кто это? Кто? Филин. Он очень крупный. Размах его крыльев составляет полтора метра. Когда лекция закончилась, Наталья Николаевна достала карточки с различными насекомыми и едой. И ребята с удовольствием разгадывали, что есть сова, а что нет. Я сейчас буду вам показывать картинки, София. А вы будете меня кормить. Кушаю я это или нет? Понятно? Это кто? Улитка. Улитка. Буду я кушать улитку? Да. Нет, нет. Она невкусная, скользкая. Я не смогу ее скушать. Это кто? Зайвок. Кролик. И что? Сидите. Ой, я съем кролика. Ой-ой-ой. Поем кролика. Это что? Мороз. Вкусная да сладкая. Вы любите? Да. Я не люблю. Ты не любишь? А София? Я буду кушать мороженое? Нет, нет. Вы заболеете. Не ем я мороженое, не нравится оно мне. Потом Наталья Николаевна показывала ребятам, какие есть книжки про сову. Одну из них, Виталия Бианки, сова, прочитали вслух, а после ответили на вопросы библиотекаря. Это стихотворение, которое называется «У совы такой режим». Есть у нас журналы о животных. Помните, вы к нам приходили на экскурсию? У нас была выставка, помните этих журналов? И вот в одном журнале, серия журналов называется «Животные леса», один из этих журналов посвящен полностью Софе, где рассказывается то, что нам сейчас только что София поведала, где она живет, что она кушает, когда она охотится ночью. Но сегодня, ребятки, я вам хочу почитать книжку Виталия Бианки, которая так и называется «Сова». «Погляди, кума, не летит ли сова, отчаянная голова, Уши торчком, но с крючком?» Мышь мыши в ответ «Не видать совы, не слыхать совы, Нынче нам на лугу раздолья, Нынче нам на лугу приволья». Мыши из нор поскакали, мыши по лугу побежали, а сова из дупла. «Хо-хо-хо, старик, гляди, как бы худо не вышло. Мыши-то, говорят, на охоту пошли. А, пускай идут, говорит старик. Чай мыши не волки, не зарежут тёлки». После всего этого на конец занятия Наталья Николаевна достала листочки, скотч, карандаши, ластики и показывала детям, как правильно рисовать сову. Дети смеялись, веселились и с удовольствием рисовали. Давайте сейчас сегодня с вами нарисуем Софию, а потом покажем, какие рисунки у нас получатся. Давайте сейчас на серединку листочка кладём рулон вот этого скотча и серединку обводите карандашиком. Понятно? Круглые глазки. Молодцы, глазки будем сами с вами рисовать. Кружочки умеем рисовать? Да. Теперь посмотрите, рисуем кружочки. Кружочки, глазки поменьше. Смотрите, сначала я нарисую, потом вы. Один круг. Рядом другой круг. Понятно? Да. В завершение встречи дети поблагодарили Наталью Николаевну. Следующего визита они будут ждать с нетерпением. Спасибо вам большое, что вы очень внимательные слушатели. Ну вот, наша передача подошла к концу. Уже я даже не заметила, как прошли наши сюжеты. Пора прощаться с уважаемыми телезрителями. Увидимся ровно через неделю. Не забудьте поздравить своих любимых с Днём Святого Валентина. Ну а пока... Пока-пока! ПОЛОСОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛОВАЛ